Итак, еще раз, направление эволюции. Во-первых, у вас у всех есть книжка, ой, перевеснула, Кириленко, я вам бы такую давала, ну, может, чуть-чуть обложечка другая, эволюция. Значит, соответственно, у нас есть направление эволюции, есть пути эволюции. И направление эволюции два – биологический прогресс и биологический регресс. И вот те пути, которые мы говорим о романхозе, адаптации и так далее, они все обеспечивают биологический прогресс. Он, прогресс, три пункта, они есть на экране, если что. Расширение ареала, увеличение численности, образование новых подгрупп. Не обязательно видов, но и подвидов, там, большое количество особей. То есть зайцы, например, и грызуны находятся в биологическом прогрессе, потому что большое количество видов этих особей, вида. А биологический регресс противоположный. Уменьшение численности, сужение ареала, вымирание вида. А вот. Помнишь? Саша, помнишь? Да я не учила это. Не учила. Значит, еще раз. Прогресс характеризуется расширением ареала. Я скину вам презентацию. А вот. Соответственно. Вот это, посмотри, пожалуйста. Причина, причина в том, что организмы хорошо приспосабливаются к окружающей среде. То есть у них хорошее приспособление. А вот Маша должна помнить, я еще в экологии вам давала такую характеристику, как К-стратегия и Р-стратегия развития вида. И вот примеры из тех, которые сейчас мелкие, подгруппы, если не группами, большими лицарствами, там отрядами и прочим брать, а конкретные примеры. Крысы, тараканы, кошачьи, куриные, воробьинообразные. Они находятся в прогрессе. То есть у них широкий ареал, их большое количество различных особей и много систематических подчинений. А в регрессе наоборот, кружение ареала. И окружающая среда меняется быстрее, чем вид. То есть чаще всего это крупные какие-то объекты. То есть киты, слоны, гепарды. Они будут находиться в регрессе. Им нужны большие территории, тигра, морские. Им нужны большие территории для добывания пищи. Из-за этого у них, ну, их ареал страдает. То есть орлы, да, например, крупные степные там орлы. Вот. И очень часто у этих видов малое количество потомства оставляется. Редкое и малое количество. Поэтому они в регрессе. Если же брать эволюцию Земли, последовательно, как происходило развитие Земли, то у нас по эрам определенные группы находились в прогрессе и в регрессе. Как раз то, что вот вы сейчас в школе должны проходить. То есть, например, каменно-угольный период. В прогрессе папоротники. Поэтому они нам и дали такое граничество, отложение. На самом деле, голосеменных и покрытосеменных в принципе еще просто не было. Поэтому не было с кем им конкурировать. Поэтому папоротниковидные у нас в прогрессе. В прогрессе насекомые уже появляются и в прогрессе рыбы. Затем начинается, хотя опять-таки из-за деятельности папоротниковидных, они снизили парниковый эффект. И началось, более иссушается климат, появляется более устойчивая почва. И у нас появляются новые два отдела. То есть покрытосеменные и голосеменные. Но тут наступает, то есть после юрского наступает ледниковый период. И поэтому, в принципе, вот в тот момент, когда у нас жили господство или динозавры, если по животным, то есть в прогрессе юрский период – это были присмыкающиеся господства, динозавры. И тогда вот мы даже на рисунках, на вот этих фотографиях видим и папоротники, и голосеменные, и покрытосеменные. Причем голосеменные были еще вот эти вот гинго с листиками и прочее. Потому что достаточно хорошие были условия климатические. И опять, почему у нас от юрского периода так мало фактических данных по полезным ископаниям? Потому что там был полный замкнутый круговорот веществ, хороший очень. Было благоприятное условие на Земле. И они просто-напросто съедали, разлагались, и этот круговорот замыкался. И что там на самом деле творилось на земном шаре, не совсем понятно до сих пор ученым. Но потом наступает ледниковый период. И вот тот момент как раз переходный, когда произошла катастрофа, и массово погибло большое количество присмыкающихся динозавров, и, соответственно, растительная флора и фауна погибли, то мы вот эти отпечатки каменелости находим в ледниках, в торфяных болотах, в каких-то пещерах. Вот этих данных очень много. И, соответственно, у нас получается теперь пути эволюции, которые обеспечивают прогресс. Но, естественно, регресс ничего не обеспечивает. Это ароморфозы и деадаптация, и общая дегенерация. То есть они помогают организмам лучше, Маш, как и люди, лучше приспосабливаться. Но ароморфозы – это крупные эволюционные изменения, которые поднимают на новый уровень организации. И в результате ароморфозов возникают новые царства, отделы, отряды, классы. Более нижняя – это уже будет, ну, как и деадаптация, это видовая и надвидовая именно семейство и отряды. И вот ароморфозы вы как раз-таки хорошо учили, четко, по порядку. Я вам, опять-таки, давала табличку, если не давала, скажешь, я сброшу. То есть там прям столбиками были ароморфозы растений по порядку, ароморфозы животных. То есть по ароморфозам растений первым появилось само растение, проявлялся процесс фотосинтеза. Потом появляются пластиды, потом появляется деление на органы ткани, многоклеточность. Сейчас Машу включим, Маша, помахай по растениям. Потом порень, потом из поры семя и трубка, да, пыльцевая трубка, цветок, правильно? То есть шишка, это пыльцевая трубка и цветок, семя покрыто плодом. По животным там ароморфозов намного больше. И вот по животным там уже шли у нас ароморфозы отдельно. Вот у вас здесь показано по кровеносной системе, по выделительной системе, по нервной системе. И эта цепочка ароморфозов, ее нужно помнить. Мы их, соответственно, проговаривали. Сейчас я в основном делала по идеадаптациям, потому что просила Арина. То есть что такое идеадаптация, какие конкретные примеры, но там общие тоже есть вопросы. И вот здесь какой есть нюанс. У нас есть термин «общая дегенерация» и есть термин «частная дегенерация». Когда утрачивается какой-то орган, это частная дегенерация, но она относится к идеадаптации. То есть утрата глаз у крота – это идеадаптация, а не дегенерация. Или частная дегенерация, так как слово «утрата» идет. Соответственно, общая дегенерация – это утрата у паразитов, которые пещерные животные стали, или которые стали прикрепленный образ жизни вести. После был активный образ жизни, а стал прикрепленный. Там вот есть животное, хордовое обелие, вот его могут вставить. И, естественно, паразитические растения. То есть они утрачивают, например, корневую систему, у них остаются только присоски. И вот общая дегенерация, она тоже дает нам подъем организации на новый эволюционный уровень. Они заняли целую новую среду обитания. Я все время в уголочек камеры смотрю, потому что вы у меня тут, а я не сюда, поэтому получится, что я в бокс. И вот здесь как раз-таки я в основном сейчас моменты подобрала по идеадаптации. Но кроме деадаптации ромархоза и дегенерации путей эволюции, у нас есть способы эволюции. Дивергенция, расхождение признаков. Конвергенция, схождение признаков. Параллельная эволюция, когда идет у организмов на разных материках, на материках с одинаковыми признаками. И филитическая эволюция. То есть это последовательные изменения, которые приводят к образованию новой группы. И вот как раз-таки филитическая эволюция, это мы термином с вами говорили, филогенетический ряд. Маш, помнишь? Саш, филогенез – это эволюционное развитие, последовательное изменение. А онтогенез – индивидуальное развитие. И вот филогенетический ряд, последовательная эволюция у нас, например, составлен у лошади. Вот в учебнике у вас картинки есть. От кошачьей такой формы до взрослого копытного. У человека филогенетический ряд состроен. Там слона, китообразных. То есть полная прям цепочка, кто от кого произошел. Не у всех животных так возможно, потому что, еще раз повторяю, не все переходные формы обнаружены. С терминами дивергенция и конвергенция у нас связаны еще термины гомологичные и аналогичные органы. Гомологичные органы образуются в результате дивергенции. Одинаковые, да. То есть происхождение одинаковое, но приспособления разные. И вот если это четко понимать, что и диадаптация, и дивергенция, они приводят к одному и тому же приспособленности, то и будет тогда понятно пример. А конвергенция – это схождение признаков далеко стоящих организмов в жизни, когда они живут в одинаковых условиях. И вот конвергенция, там у вас классический пример – это вот дельфин, ихтиозавр, пингвин, акула. То есть обтекаемая форма тела, темная сторона, брюхо светлее, спина темнее, плавники и прочее. То есть и здесь будут органы аналогичные. И вот про идиадаптацию еще очень часто говорят, термин идет дивергентным путем. То есть идиадаптация идет путем расхождения признаков. Что дальше получается? Есть вот такая картинка, она очень часто бывает. Это соотношение путей эволюции по Северцеву. То есть сначала поднимается, то есть резкий скачок, мутация произошла, резкое изменение произошло. Образовалась новая группа, класс животных. А потом начинается идиадаптация, приспособление. Потом опять раз, какая-то группа отделилась, скачет, опять идиадаптация. Поэтому мы вот это вот филогенческое дерево, в принципе, тоже видим. То же самое в дегенерации. Утратили какие-то органы, там, например, плоские черви появились, сосальщики, лентецы. То есть два класса разделились между ними. И у них теперь у каждого свои приспособления пошли. Они свои промежуточные формы, промежуточных хозяев занимают и так далее. Вот это уже внутри, это уже будет идиадаптация. А вниз, если общая утрата, например, нервной системы партических червей, это будет дегенерация. А вот наличие присосок у сосальщика, а, например, этих, как они называются, сколикс, головной отдел, сегмент, и у них вот там крючочки, это уже будет идиадаптация. Но тоже у паразитов. И поэтому вот очень многие начинают, видят кого-то из партических червей, и все, сразу до этого будет дегенерация. Общая дегенерация – это исчезновение органов или систем органов, когда переходят к сидячему, к пещерному или паразитическому образу жизни. Вот обращаю внимание, вот здесь к подземному, пещерному, сюда нельзя приводить примеры крота с глазками и так далее. То есть тут здесь пример, сейчас помните, как она, оксалоты у земноводных. Машка помнит, потому что это мое любимое животное, я его всем показываю, рассказываю. Саш, помнишь, оксалоты, как вы видите? В седьмом классе у вас, сейчас, если найду, просто учебник. Это земноводное, он такой, на лунте какой-то похож. Вот, если у тебя есть учебник, вот в земноводных на рисунке 98-го, где у вас камера? Вот, видишь, наверху? Ага. Он на личиночной стадии размножается. То есть это, с одной стороны, дегенерация, потому что он не превращается во взрослую осадь. Но это выгодно оказалось, потому что если он превратится во взрослую осадь, у него утратится, соответственно, орган дыхания станет легкая, легкие, и не будет боковой линии, он не сможет ориентироваться к пещере в воде. А вот. Ну и паразиты здесь, конечно, вот сейчас уже практически все выучили, с паразитами проще. А идиоадаптация, еще раз повторяю, это небольшие изменения в определенных условиях приспособления и приводит к появлению родов, видов, семейств. Классические примеры – это различные приспособления. К опылению, к поеданию, к передвижению, цвет шерсти, то есть все, что угодно. И вот теперь дальше мы смотрим конкретно по примерам, но начинаем с того, что, ну вот тоже пример, то есть идиоадаптация, да, появление различных отрядов млекопитающих. То есть дивергентным путем расходились в процессе идиоадаптации. И вот у нас громадное количество отрядов. Или сюда же клювы птиц. Из-за чего? Из-за разной среды жизни. Маша? Идиоадаптация. Из-за чего? Дивергенция? Из-за чего? Никаким путем, а из-за чего? Причина. Ужнение условий. Какое условие? Питание. Самое главное – это питание. То есть из-за того, что у них разные способы добывания пищи, у них, соответственно, меняется клюв. И поэтому занимают разные экологические ниши и начинают приспосабливаться к этим экологическим нишам. То же самое с ртами насекомых, может быть, пример. Или с конечностями насекомых. И вот любые приспособленности, опять-таки, вот это из Кириленко, это из вебинара была презентация, она мне нравится, там хорошие, что же картинки, в принципе, такие же, как в учебнике у вас. Вот, различные приспособления, морфологические, этологические, физиологические, биохимические – это все будет дивергентный путь и диадаптация. Помним? То есть остриняющая окраска, предостерегающая окраска, покровительственная, маскировка и прочее, прочее, прочее – это все примеры и диадаптации. То есть все, что угодно вам могут сказать. Брачное поведение, миграции – это тоже все и диадаптация. То есть биореальные виды – это приспособления, это и диадаптация. Происходит возникновение или адаптация любых приспособлений с нашим обычным путем эволюции. То есть если у вас спрашивают, заданий в части С очень много, очень часто бывает. То есть я их даже не могу все привести вам в пример, но вы, самое главное, всегда помните, что у нас один и тот же шаблон для ответа. Какую бы фигню у вас не спросили, чтобы любое, даже если вы не знаете, как выглядит этот объект, в результате чего возникло это изменение? Мутация. Потом в процессе скрещивания, борьбы за существование, шел естественный отбор, произошла репродуктивная изоляция, возникли новые приспособления, и теперь вот он, бац, совершенно другой организм. Если это растения, то размножать их чаще всего можно, чтобы закрепить, желательно вегетативным путем. Поэтому все вот эти луковичные, корневищные растения, это тоже идея адаптация, это тоже приспособление к конкретному слою. И вот здесь лишь говорю, все что угодно, и по селекции вопросы могут быть, и по животным, и по растениям, каким образом возникла пятнистая краска у божьих коровок. И что вообще было первично у божьих коровок? Первичная краска или ядовитое вещество? Вещество. Естественно, вещество первично, потому что смысл о чем-то предупреждать, если у тебя нет яда. Да? То есть, а вот мимикрия, вот тоже вопрос был, кого вообще в принципе поштучно больше, и кто раньше появился? Тот вид, к которому подражает, или тот, кто подражает? Кто подражает? Кто подражает, естественно, их меньше. А которые подражают, то есть ядовитых больше, а тех, которые с мимикрией, их меньше. Потому что иначе получилось бы совершенно наоборот. То есть птицы, кушая тех, кто с мимикрией не ядовитые, они бы потом ядовитых не воспринимали бы как предостерекающую окраску. То есть он раз съел ядовитую, два съел, она полосатая, ура, ее же лучше видно, и он начнет, наоборот, летать и искать тех, которые ядовитые. И опять-таки не забываем все время, я переключилась на другую тему, не забываем все время про относительность приспособлений, то есть любые приспособления относительны здесь и сейчас. И всегда наша природа умная, у нас есть какой-нибудь организм, который умеет обходить эти приспособления. То есть есть щурка, которая питается только пчелами, хотя для всех остальных они ядовитые. То есть ежики могут есть гадюйку, которые лошадь могут убить, но зато ежика не могут убить, потому что у ежа есть ферменты, расщепляющие яд гадюйку. То есть все время бывает что-то, что может перебить свое приспособление, перебить свою диадаптацию. И диадаптация – это морфологические, морфофизиологические приспособления к определенным условиям обитания. И вот тоже, соответственно, у нас вот ножки животных. Вот такая картинка, похожая, не стала специально в экзамене ее искать, то есть отдельно взяла картинку. Когда были изображены конечности, на самом деле там нужно было отметить, там не помню, конечность там, например, D, это приспособление к какому способу передвижения и каким путем оно возникло. Соответственно, путь – это дивергентное расхождение, процессе диадаптации направления, и это там, например, вот бегательная конечность, там пчела, наверное, вот потому что корзиночки, щеточки, видите, сейчас я их гуляну, кто там где нарисован. Ну да, собирательно. А вот, то есть прыгательная конечность, это тараканчик, вот скорее всего, бегательный. То есть вы их знаете, посмотрите, на кого похож. Вот медведка же, видите, что она роющая, широкая, плоская, это богомол, наверное, да? То есть, опять-таки, вы все это знаете, вы все эти картинки видели, просто не впадаем в панику, рассматриваем внимательно. И опять напоминаю, да, что если у нас появляется какой-то вопрос, который вы не знаете, то не надо на нем сидеть в середине экзамена. То есть спокойно его оставляете, быстро делаете все, что знаете, потом распределяете, сколько у вас вопросов, которые вы не знаете, и уже на них тогда тратите время. Смотрите, какой... Пишите, лучше написать, чем не написать. Лучше написать, пусть будет неправильно, и вам не посчитают эти баллы. Чем вы сомневались, а потом пришли мне, рассказали, и оказалось, что это было правильно, а я ах-ах-ах не написала. Вот, поэтому пишем, знаем, пишем, не знаем, думаем, вспоминаем аналогии, и все равно пишем. Стараемся, конечно, биологических ошибок не допустить. Еще один очень часто пример бывает со способами распространения семян. Это тоже идеадаптация. Крылышки, пушинки, крылатки, пушинки, что еще бывает? Летучки, липучки, крючочки. Вот это череда нарисована. Очень многие не помнят, как она выглядит. То есть ее чаще всего вот так отдельно рисуют, вот такой вот. Вот так. И здесь, соответственно, вот так с колючечками. Вот. А здесь она вот закреплена вместе еще нарисована. Вот они. Вот отдельно, вот так вот отдельно семечко. Это тоже, соответственно, идеадаптация. Вот теперь смотрим по тексту. У вас слишком мелкий текст. Видите? Идея, хорошо. Машу, не читаем. Нужно выбрать три предложения, в которых даны описания биологического регресса амурского тигра. Первый. Амурский тигл занесен в Красную книгу, поскольку его численность сокращается. Если сомневаемся, соответственно, смотрите еще раз. У вас бывает описание, а бывает определение. Он обитает в лесах, то есть сомневаемся, думаем, что первое подходит с Машей. Он обитает в лесах Дальнего Востока, имеет небольшой раздробленный ареал. Небольшой ареал. Думаем, что подходит. Особи этого вида имеют красивую шерсть, из-за чего длительное время являлись объектом охоты. Не обязательно. То есть их не обязательно всех отстрелили. Белки тоже являются объектом охоты, но они в прогрессе. Да, или зайц. Поэтому третье считаем, что не подходит. Четвертое. Снижение численности привело к снижению рождаемости и повышению смертности. Скорее всего, да. Скорее всего, приведет. Питается копытными и другими здравоядными. Не подходит. Амурский тигр родственник бенгальского. Да хоть слона. Это не говорит нам о том, что он в регрессе. Соответственно, у нас получилось 1, 2, 4. Все. Методом альтернативного. Смотрим, если это точное предложение нам. Если сомневаемся, оставили, подумали, тогда, соответственно, сравнили с остальными другими. Если у вас 3 выпало, все, идти смело записывать. Смотрите, помните, да, что тут не обязательно может быть 3, может быть и больше написано предложение. Выберите описание и деадаптации. Текста больше. В процессе эволюции у позвоночных животных произошли крупные, принципиально новые изменения в строении, существенно поднимающие общий уровень организации. Это ароморфоз, крупные изменения. Четырехкамерное сердце, цеплокровность, отделы мозга позволили мекопитающим и птицам расселиться. Хорошо. А что же? Ароборфоз. Я уже по губам научилась читать. Третье. У водных животных сформировались ласты, кожное сало препятствует намоканию. Это приспособление? Саша? Угу. Да. Ласты и намокание покровов есть не у всех млекопитающих. Значит, это идеадаптация. Альвеолярные легкие способствуют обогащению крови кислорода. Это? Ароморфоз. Ароморфоз млекопитающих. Для кого там, птиц тоже. Иногда в процессе эволюции может появиться крайняя степень приспособленности организма к ограниченным условиям специализация. Может быть, подходит. Оставляем пока. Скорее всего, да. Шестое. Сумчатые животные кала питаются только листьями кого-то там, эвкалипта. К идеадаптации, к приспособлению. Она питается только листьями эвкалипта. Ничего другое не ест. Это приспособление? Нет. А что, Саша? Ароморфоз или дегенерация? Это крупное изменение? Она хочет кушать. И кушает листья. Все, больше ничего не кушает. Ну, пусть кушает. Ну, это же ее она же хочет. Ну, она хочет. Это ее приспособление? Наверное, да. То есть, это идиадаптация? Да. То есть, у тебя три варианта. Ароморфоз, идиадаптация, и дегенерация. Это паразитизм, что она кушает и листья эвкалипта? Нет. Нет. Это ароморфоз, это крупные изменения? Это все так делают? И киты, и слоны, и коалы? Нет. Значит, это идиадаптация. Значит, это приспособление. И теперь, что у нас получается? Третий мы отметили, шестой мы отметили, а над пятым сомневаемся. А нас попросили сделать три предложения. Значит, пятая тоже подходит. Специализация, это и есть адаптация, приспособление к конкретным условиям. То есть, мы специализируемся. Поэтому пять, три, пять, шесть подходит. Дальше смотрите. Установите соответствие между признаками птицы и направление мэроволюции, ароморфоз, идиадаптация. Четырехкамерное сердце. Ароморфоз. Ароморфоз. Окраска, оперение. Идиадаптация. Идиадаптация. Теплокровность. Ароморфоз. Наличие перьев. Идиадаптация. Наличие перьев. А, тоже ароморфоз? Ароморфоз. Если бы было сказано, что длинные, там, короткие, пушистые, и так далее, тогда это было бы идиадаптация. А перьевой покров – это ароморфоз птиц, шерстяной покров, шостный покров – это ароморфоз млекопитающих. Ласты пингвинов. Идиадаптация. Адаптация – длинный клюв у болотных птиц. Идиадаптация. Идиадаптация. Молодец. Маша, ты все так хотела сделать? Да, правильно мы сделали. Дальше смотрим. То же самое. Ароморфоз идиадаптация. Роющие конечности крота. Видеоадаптация. Редукция пальцев на ногах копытных. Роморфоз. Маша. Сейчас я Машу включу. Роморфоз или идиадаптация? Мне кажется, это идиадаптация. Идиадаптация – это приспособление к быстрому бегу. То есть чем меньше пальцев соприкасается. Смотрите, вот если бы здесь была дегенерация, вы бы еще могли засомневаться от слова редукция. То есть утрата пальцев. А так как у вас или высокий уровень, выше поднялся уровень организации, или конкретное приспособление, только лапки, конечности, все мы только что смотрели. Это что? Это идиадаптация. Любые приспособления с ногами – это идиадаптация. Появление полового размножения. Саша? Ароморфоз. Ароморфоз. Самый крупный ароморфоз. Так же, как возникновение дыхания. Появление шерсти у млекопитающих. Это ароморфоз. Еще раз повторяю, перья и шерсть – это ароморфозы. А если бы было сказано, какая шерсть, длинная, короткая, содержащая воздушные полости, тогда была бы идиадаптация. Развитие кутикулы на листьях растений в пустыне. Идиадаптация. Приспособились к жизни в пустыне. Мимикрия у насекомых. Подражание ядовитых. Ядовитых ядовитых. Идиадаптация. Да. Понятная идея. Причем ароморфозы вы лучше знаете. Опять не пугаемся, что у нас может быть неравное количество. Не обязательно 3 на 3. Помните, что у нас будет 1 на 5 может быть. Опять то же самое. Цветок и плод у покрытостей вины. Это крупные изменения? Да. Да, значит? Ароморфоз. Наличие плавательных перепонок водоплавающих. Идиадаптация. Четырехкамерное сердце. Ароморфоз. Колючки-кактусы. Идиадаптация. Обтекаемая форма тела кита. Ароморфоз. А у слона нет обтекаемой формы. И то, и другое млекопитающее. Он же не такой гладенький. Кто? И слон. Ну? А и то, и другое млекопитающее. У слона живет на суше, а кит в воде. А кит в почве. Обтекаемая форма тела у животных, живущих в воде. Это ароморфоз или идиадаптация? Это приспособление к жизни в воде? Да. Или это крупные дну? А раз приспособление, значит это... Идиадаптация. Адаптация. Приспособление и адаптация – это одно и то же слово. То есть, если ты можешь заменить, то это он приспособился к жизни в воде. Значит, это и адаптация. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Ароморфоз? Ароморфоз, да. Потому что ты его не любишь, поэтому это ароморфоз. Ой, а что-то у меня циферки неправильно отмечены. Один. Тут ошибка какая-то. Я с прошлого слайда перекопировала, неисправила. Дальше. Не знаю, я дальше вообще исправляла ответ или нет. Обтекаемая форма тела рыб. Адаптация. Да, уж это умное. Появление анального отверстия у человеческой аскорики. У круглых червей появилось анальное отверстие. Ароморфоз? Ароморфоз. Крупное изменение не было, было не сквозной цепой. Триплоидный эндосперм у цветковых растений. Ароморфоз? Ароморфоз. Запас питательных веществ у семян. Это ароморфоз. Широкий, роющий конечности медведь. И диадаптация. Адаптация. Различные типы цветков покрытосеменных. Различные типы, как по-разному выглядят. Одного такого, другого такой, другого такой. Адаптация. Идиадаптация. Не наличие цветка, а различные типы цветков. Поэтому это идиадаптация. Длинный корень у верблюжьей колючки. Идиадаптация. Идиадаптация. Молодцы. И здесь исправилась, что в одном покрыно-саде не исправилась. Дальше. Тоже. Там сейчас все будут вопросы. Идиадаптация, идиадаптация. Альвеолярные лёгкие млекопитающие. Адаптация. Альвеолярные лёгкие. А теперь появились у всех млекопитающих. Значит, араморфоз, потому что это крупные изменения. Да. Это крупное изменение привело к теплокровности. Четырёхкамерное сердце. Опять Саша исчезла. Саша, ты опять ушла от нас? Всё. Опять я нет. Продолжаем. Дальше. Где мы остановились? А вот. Уменьшение количества пальцев у лошади. Адаптация. Адаптация. Мелкие. Машку сейчас выключу. Мелкие цветки соцветия дуванчиков. Нараморфоз. Одно конкретное соцветие дуванчиков. Ну это же получается у всей вот этой популяции дуванчиков. Ну что? Ну у дуванчиков, но не у ромашек, и не у кактусов, не у роз. Только у дуванчиков. Мелкая группа вид. Это идиадаптация. Если у конкретного вида. Если вот всё цветковые растения, все цветковые растения, то это ароморфоз. А если конкретный какой-то вид, то это идиадаптация. Восковой налет на хвоинках у голосеменных. Адаптация. Приспособление, да. Хотя опять-таки сказаны все голосеменные, да? Узкие длинные крылья у ласточек у стрижения. Адаптация. Да. А вот. Дальше смотрим. Три варианта идиадаптация к классе птиц. То есть теперь только три выбираем. Все остальные два, четыре не распределяем. К чему приведение адаптации? Общий подъем организации, увеличение числа популяций, широкое распространение, упрощение организации, возникновение приспособлений, понижение плодовиков. Маша, можешь пальцем показывать. Один, два. Это никакой темберай. Мы сейчас с десятым классом так работаем. Какой? Пятый. Пятый. Раз. Молодец. Увеличение числа... Второе. И упрощение организации. Это дегенерация. Нет. Значит, к широкому распространению. Да. То есть почему эти три? Потому что идиадаптации ведут к прогрессу. Вспоминаем признаки прогресса. И вот они мы их все выбрали. Правильно. Два, три, пять. Дальше. Идиадаптации вот из других заданий. Еще примеры просто. Я тебе их отметила. Образование нектарников в цветках. Цветение ветра опыляемых для наступки до распускания листьев. Развитие разнообразных ротовых аппаратов. Плоская форма тела придонных рыб. Вот тут тоже должна быть галочка. Покровительственная окраска у насекомых. Сыдильный ротовой аппарат у водоплавающих птиц. Хобот, слона, развитие окрылышек у клен. Понятно? То есть вот это тоже, это все приспособление, да? Поэтому это тоже все идиадаптация. Соответственно, теперь мы распределяем аромархоз, идиадаптация, дегенерация. Три распределяем. Появление фотосинтеза. Адаптация. Фотосинтез. Из-за него даже озоновый экран на земле появился. Это настолько большой... Аромархоз? Аромархоз, да. Фотосинтез – это аромархоз. Утрата корней, хлорофила и листьев урофлезии. Офлезия – это такой громадный паралитический цветочек, который такой, как воняет мясом тухлым, потому что его опуляют в них, и он прикрепляется к корням деревьев в тропиках. Дегенерация. И утрата корней – это дегенерация. Появление псилофитов. Вышли на сушу растения. Адаптация. Вышла большая группа. Жили в воде, а вышли на сушу. Аромархоз? Это результат аромархоза. Приспособленность к опылению мухами. Адаптация. Появление корнеплода у морковки. Адаптация. А появление в принципе плодов? Аромархоз. Аромархоз. Еще раз на три делим. Появление цветка. Адаптация. Аромархоз. У нас появился целый класс цветковых, целый отдел цветковых растений. Появление органов и тканей у растений. Низшие превратились в высшие аромархозы. Низшие растения были те, у которых не было органов и тканей, было слоевище, а стали высшие растения, у которых появились органы и тканей. Аромархоз. Аромархоз. Появление термофильных бактерий, термочувствительных, которые при 100 градусах выживают. Адаптация. Атрофия корня у повелики, тоже растения-паразиты. Дегенерация. Адаптация. Специализация некоторых растений к определенному опылителю. Адаптация. Утрата ленточными червями пищеварительной системы. Дегенерация. Дегенерация. Ура. Так, дальше. Такой тип задания. Когда у нас дана табличка, части заполнены, части нет. У нас даны пути. Соответственно, есть и деадаптация, общая дегенерация. Значит, осталось что? Третий путь. Аромархоз. Значит, сюда ставим двоечку. Теперь. Уровень организации. В аромархозе усложняется. Дегенерация упрощается. А в идеадаптации. Повышается, понижается или не меняется? Повышается. Нет. Но у нас же прогресс. Да. Но прогресс. Прогресс. Это приспособление к конкретным условиям. Уровень организации. То есть они становятся новым классом. Нет. Они остаются тем же классом. Млекопитающие. То есть они были теплокровные, остались теплокровные. У них был половой процесс и остался половой процесс. Он не меняется. Уровень организации в данном случае не меняется. То есть еще раз вспомню. Вот это вот. То есть вот у нас плоскость. Повышается уровень организации. Это ароморфоз. Понижается уровень организации. Это дегенерация. А развитие в самой плоскости. Если вот здесь, вот тут будет развитие. Если вот тут будет развитие в самой плоскости. Это будет? Адаптация. Да. Идеадаптация. Поэтому в данном случае она не изменяется. Примеры. Ароморфоз – это аэробное дыхание. Идеадаптация – это термофильные бактерии. А где здесь пример общей дегенерации? Автотрофное питание – это питание, да? Это ароморфоз. Стал фотосинтез. Все были до этого гетеротрофные. Потом появился ароморфоз. Стали хемосинтетики и фотосинтетики. Без тебя вызвали к доске Маши. Она уже ответила. Пока ходила, все пропустила. Черви паразитические. Паразитизм – это утрата. Соответственно, общая дегенерация – это паразитические черви. КОНЕЦ Паразит